Региональные льготы, положенные жителям Орел по достижению нынешнего пенсионного возраста, будут сохранены. Депутаты Государственного собрания Республики рассмотрят правительственный законопроект о сохранении социальных выплат после начала реализации изменения пенсионной системы на ближайшей сессии. Напомню, что о необходимости сохранения региональных льгот по достижении 55-летнего возраста у женщин и 60-летнего возраста у мужчин президент России Владимир Путин заявил в недавнем телеобращении. В правительстве Орел уже рассмотрели этот вопрос. В соответствии с законом документ передан для утверждения депутатам госсобрания. Республика работает в формате исполнения поручений президента. В частности, речь идет о социальных льготах и выплатах, которые действуют и действовали в республике. И в связи с предстоящим изменением российского законодательства по социальным выплатам пенсионного законодательства и у нас в республике стоит задача приведения в соответствие законодательство до уровня, гарантирующего соблюдение социальных льгот и выплат лицам достигшим 55-летнего и 60-летнего возраста, соответственно, женщинам и мужчинам. Поэтому стоит задача перед государственным собранием, активной законодательной и законотворческой работы к тому, чтобы эти льготы были сохранены у нас в республике в полном объеме. Государственное собрание готово поддержать эти льготы, естественно. Тот проект закона, который уже внесен в правительство, мы его поддерживаем. 20 сентября на сессии льготные законы будут приняты. И, соответственно, с 1 января 2019 года те льготы, которые сегодня имеют пенсионеры в республике Морел, они будут предоставлены жителям республики в соответствии с возрастом. То, о чем вы говорили, достижение 55 лет женщины, 60 лет мужчины. Напомню, что в Морел более 65 тысяч региональных льготников. Это ветераны труда, труженики тыла, а также реабилитированные лица и граждане, пострадавшие от политических репрессий. Региональные льготники с выходом на пенсию, то есть по достижении возраста 55 лет у женщины и 60 лет у мужчин, получают социальную выплату, в состав которой входит компенсация за проезд, услуги связи и зубопротезирование, а также соцподдержка на оплату ЖКХ. После принятия закона и преувеличения пенсионного возраста до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин, региональные льготы по-прежнему будут действовать с 55 и 60 лет у женщин и мужчин, как сейчас.